Уже в начале лета вся страна перейдет на новый цифровой формат телевещания. Это значит 20 бесплатных каналов с отличным качеством звука и картинки. Ну, с новыми телевизорами никаких проблем не будет, они автоматически перейдут на новый формат. Но не безнадежны даже вот такие старички. Для того, чтобы вот это качество картинки приблизить к цифровому, нужна всего лишь специальная приставка. Подключив прибор через антенну даже к достаточно старому телевизору, вы получаете доступ к цифровому ТВ. И больше никаких помех. Старый формат вещания, аналоговая передача сигнала, которая использовалась с самого основания телевидения, 3 июня окончательно станет историей. А там мы так как кукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Переход на новый формат, по словам министра цифрового развития Краева, освобождает ресурсы. Появляются свободные радиочастоты. Если до этого для передачи 10 каналов необходимо было использовать 10 различных частот, то теперь цифровое кодирование позволит передавать те же 10 каналов пакетом по одной частоте. Свободные частоты достанутся мобильным операторам или радиолюбителям. Практически в течение 10 лет производилось строительство соответствующих объектов. На территории края построено 200 объектов, которые вещают цифровой сигнал. Сейчас эта работа закончена, и, соответственно, каждый может настроиться и получить вот эту вот услугу. Задача сделать цифровые приставки максимально доступными. И здесь, в этом магазине нам даже рассказали, что вот такая полочка с приставками с самой доступной ценой здесь выставлена специально по просьбе Министерства цифрового развития. Самые бюджетные варианты около 900 рублей. А малообеспеченным семьям правительство края обещает выплатить материальную помощь. До 1000 рублей для приобретения приставок. Есть, правда, еще 2% населения края, для которых цифровое вещание будет недоступно. Им придется приобретать спутниковые тарелки. Для них при малом достатке предусмотрены выплаты до 4,5 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, можно обратиться в соцзащиту. Те люди, которые проживают на территории населенных пунктов, не охваченном цифровым эфирным телевидением, трансляция передач в спутниковом формате также будет бесплатная. Для тех, кто с техникой не дружит, по всему краю развернули многочисленное волонтерское движение. Например, Максим прошел обучение и теперь помогать пенсионерам настраивать приставки и подключать цифровое ТВ. У нас есть база, так сказать, потенциальных клиентов. И нам скидывают адреса в конференцию. Выбираешь удобный адрес, созванируешься с клиентом и договариваешься о встрече с ним. Наш практически уже раритет. Максим подключил к приставке и настроил минут за 10. Вы можете сделать то же самое уже сейчас. А если нужна помощь, то звоните на федеральную горячую линию 8 800 200 200 2. Ну вот та самая заветная приставка появилась и на нашем стареньком редакционном телевизоре. Теперь проверим качество картинки. Вот такая она должна быть на всех телевизорах страны после полного перехода на цифру. Андрей Дрейгер, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует...